Музыка Благодаря героической жертве Громаша Адского Крика, властитель преисподней монород был убит, а проклятие демонов рассеялось. Объединенная армия Орды и Альянса отправилась вглубь Ясенева в леса, чтобы покончить с оставшимися очагами угрозы. Но тиран до шелест ветра, предводительница часовых, полагает, что чужаки принесут наполненные магией земли ночных эльфов только беды и погибель. Прости, что беспокою, жрица, но ты уже не один час глядишь на Ясеневый лес. Шандриса, я чувствую, что где-то в лесу затаилось зло, и мне кажется, оно приближается. Те зеленокожие, которые убили Кенария? Возможно. Возможно и нечто большее. Пошевеливайтесь, бездельники! Чайные вождь Орков приказали закончить строительство как можно быстрее! Ага, зачем мы вообще пришли сюда и связались с этими Орками? Мы здесь, чтобы перебить остатки демонов. Человек. Твое счастье, что мы на одной стороне. Ладно, занимайтесь своим делом. За работу! Итак, Орки и люди вознамерились разорить наши земли. Они пожалеют о том, что вторглись в Ясеневый лес. Мы разобьем здесь лагерь и покараем чужаков. Да будет так. Мы покидаем эти земли, Жрица. Они отравлены страшным злом, и я не позволю ему поглотить мой народ. Увы, мы все еще не можем отправиться в путь. Не все наше племя в сборе. Не беспокойся, старейшина. Я найду твоих соплеменников и приведу их к тебе. Благодарю тебя, Жрица. Мы не останемся в долгу. Бандуты Рибас смертные. Вы заплатите за осквернение этих земель. Сейчас осквернена. Рибас смертные. С TOG- Аааа! Держись! Защищайтесь! Наверное, они преследовали нас от самого Вортерона. Храни нас, Элунок. Мертвецам нет числа. С таким противником нам не справиться. Сестры, быстрее в лес. Три часа спустя у подножья горы Хиджао. Мертвые не знают усталости. От них не убежать. Как видишь, владыка Архимонт, ночные эльфы нам не страшны. Плеть может. Архимонт, десять тысяч лет прошло. Как такое возможно? Да, эльфийка. Легион вернулся, чтобы поглотить этот мир. И на сей раз ваш назойливый народ не сможет нам помешать. Глупцы! Вы посмотрели ей уйти! Найдите ее, тупицы! Найдите и убейте! День, которого мы так долго боялись, настал. Былающий Легион вернулся. Я должна перебраться через реку и предупредить сестер, пока еще не поздно. Немедленно. Такова воля богини. Проклятые ночные эльфы не должны от нас уйти. Владыка Архимонт требует найти их. Такова воля богини. Во имя Элуми. Да будет так. Мне нельзя попадаться им на глаза. Да будет так. Немедленно. Элуна Дора, жрица. Мы в твоем распоряжении. Ни слова больше. Богиня. Права воля богини. Да будет так. Очевидно, люди тоже враги нежити. Но доверять им я не могу. Немедленно. Во имя Элуми. Элуна Дора, жрица. Будь осторожна. У Стражей Ужаса есть тени. Магические создания, которые видят нас, даже когда мы растворяемся в сумраке лесов. Держись от них подальше. Такова воля богини. Засада! Бежим отсюда! Собираемся на поляне! Наши воины вступили в бой. Фанду Дабда Лорен. Ишнуала, сестры. Это я, Тиранда. О, брошенные баллисты. Они пригодятся нам против укреплений нежити. Наши воины вступили в бой. Ухожу в терь. Я слышу голосы Луны. Богиня зовет. Я должна добраться до реки к рассвету. Днем мне не удастся пройти незамеченный. Рассвело. Теперь даже силы Эйлуны не скроют меня от чужих глаз. Тиранда! Хвала Эйлуни, ты цела! Нашу деревню атаковали орды нежити. Они будто появились из-под земли. Ишну дал дипш Андриса. Живые мертвецы не самое страшное. Их прислали наши древние враги, демоны Пылающего Легиона. Мы можем противопоставить им только одно. Нужно разбудить друидов. На следующий день неподалеку от священной лунной поляны. Кенарий погиб. Так что будить друидов придется нам самим. Они проснутся только по зову Рога, который хранится на священной лунной поляне. Но, жрица, на поляне обосновались орки. Чтобы добраться дорогой Кенария, нам придется сражаться с ними. Жрица Тиранда, хвала Эйлуни, мы нашли тебя. Мертвецы приближаются к кельям друидов. Они кажутся заброшенными, но... Нет, сестра. Эти кельи не заброшены. В них остался один друид. Малфурион — ярость бури. Самый мудрый и могущественный из детей леса. Мы должны предупредить его о том, что легион вернулся. Тогда поспешим. Если нежить ворвется в кельи раньше, чем он проснется... Скорее в путь, сестры. Мы должны разбудить Малфуриона. Он — наша последняя надежда. Октару-гар! За вождя! За трава! Войны вступили в бой. Наши воины... В атаку скорее! Бросайте сети, пока они не опомнились! Зачем шлях деревьев? Сдаю нас травы. Эти эльфы сильнее, чем мы думали. Наконец-то. Рок Генария. Теперь мы сможем разбудить Малфуриона. Я пришел на зов Рога, чтобы исполнить клятву. Я чую запах порчи и разложения в наших землях. Я зол. Очень зол. Вперед, древние защитники! Уничтожьте захватчиков, как в былые времена! Два дня спустя в Долине Зимних Ключей. Тиранда. Тысяча лет прошла с тех пор, как я видел тебя в последний раз. Но даже в изумрудном сне я каждое мгновение думал о тебе. Малфурион, радость встречи переполняет мое сердце. Но я бы не стала будить тебя, если бы не пришла беда. Ты поступила правильно. Даже сквозь сон я чувствовал порчу, охватившую наши земли. Так, словно она разъедает мою плоть. Малфурион, пылающий легион вернулся. Кенарий убит. А чужеземцы разгуливают по нашим священным лесам. Как и было предсказано, Архимонд, конечно же, отправится на вершину горы Хиджау, прямо к мировому древу. И если оно погибнет, наш мир уже не спасти. Единственное, что я смогла придумать, это разбудить тебя и остальных друидов. В конце этой долины расположены кельи, в которых спят друиды-вороны. Если мы доберемся до них, у нас появится шанс остановить Архимонда и его демонов. К оружию! Вот так! Они отступают! Возвращайтесь в лагерь и займитесь ранеными. Значит, чужеземцы тоже сражаются против нежити. Они могли бы стать нашими союзниками в борьбе с Архимондом и его слугами. Они лишь жалкие и смертные. Они повинны в гибели Кенария. Будь я проклята, если назову их своими союзниками. Может быть, ты и права, любовь моя. Мы обустроим здесь новое поселение. Выставь часовых. Думаю, мы еще не раз столкнемся и с чужеземцами, и с нежитью. Погоди. Я знаю этих фурболгов. Они ушли из ясеневого леса, когда порча еще только начала распространяться. Возможно, порча все-таки коснулась их. Никогда раньше не видел столь агрессивных созданий. Сейчас я покончу с этим проклятием. Анду-Фаладор! Закалензор! Будь осторожна, жрица. Эти леса кишат нежитью. Здание готово. Богиня зовет. Нет. Аванпост поглотила порча. Древние сошли с ума. Они не заслужили такой участи. Ни шагу дальше. Владыка Тихон-Дри приказал убивать любого, кто попытается пройти сюда. И мы с радостью выполним этот приказ. Жалкие уродцы. Мне невыносима даже мысль о том, что когда-то вы называли себя ночными эльфами. Кто смеет ображать нашим лесам? Я един с природой. Ашетур, надеюсь, когда-нибудь эта земля залечит свои раны. Надо идти дальше. Келья уже рядом. Ты изменилась, Тиранда. В тебе почти не осталось милосердия. Много веков назад я поклялась защищать эту землю, Малфурион. И я защищала ее, пока другие видели сладкие сны. Что ж, любовь моя, Если годы ожесточили тебя, Значит, такова воля твоей богини. Пробудитесь, друиды-вороны. Пусть ветра войны вновь запоют в ваших крыльях. Ишнуала, братья и сестры. Ваша сила вновь нужна Калимдору. Близится роковой час. Мы в твоем распоряжении, Шандо Ярость Бури. Теперь наш путь лежит в недра земли. Мы должны разбудить друидов-хищников. На следующее утро в подземных кельях под горой Хиджал. Почти три тысячи лет в этих кельях не ступала нога ночного эльфа. Никто не знает, какие существа могли поселиться здесь после того, как мы запечатали вход. Здесь нечего бояться. Единственный враг сейчас осквернеет земли над нашими головами. Давай поскорее закончим то, зачем мы пришли, и вернемся на поверхность. Согласен, но осторожность не помешает. Неизвестно, как нас встретят друиды-хищники после столь долгого сна. Никогда не видел таких огромных пауков. Я ощущаю в них присутствие тьмы. Великое зло изменило их облик. Во имя Элуны. Желч демона. Вот что изменило пауков. Если Порча творит такое с обыкновенными пауками, я ей представить боюсь, во что она превратит более крупных животных. Мы должны положить этому конец. Любой ценой. Постой, жрица. Прошу, помоги нам. Нашего шамана укусил какой-то странный паук. И теперь он при смерти. Все племя ушло. Они бросили нас. Чем мы можем вам помочь? Его спасет вода из источника жизни. Это совсем рядом. Но мы не решаемся оставлять шамана в таком состоянии. Если бы вы наполнили эту флягу и принесли ее нам, его жизнь была бы спасена. Если мудрость шамана убережет вас от безумия, я с радостью помогу спасти его. Вот и источник жизни. Осталось лишь набрать воды во флягу. Это могло, богиня. Хвала и луне, жрица. Сказать по правде, мы сомневались, что ты вернешься. Теперь у нашего шамана есть шанс выжить. Я должен еще раз поблагодарить тебя, жрица. Возьми этот талисман. Если тебе понадобится наша помощь, воспользуйся им, и мы придем. Путь на юг закрыт. Но я могу попытаться открыть эти врата. О, нет. Как я мог забыть? Что за ними? Что так взволновала тебя, любовь моя? Эти врата ведут к темнице Иллидана. Идем дальше, Тиранда. Скорее. Иллидан? Прошло десять тысяч лет. Неужели он все еще жив? Мы должны освободить его, Малфурион. Он мог бы стать бесценным союзником в войне против нежити и демонов. Нет, Тиранда! Это чудовище не должно вырваться на свободу! Но он твой брат. Даже если так, нет. Он слишком опасен. Я запрещаю тебе делать это. Запрещать мне может только богиня. Я освобожу Иллидана. Нравится тебе это или нет? Я Верховный Друид Лунной Поляны. И я требую пропустить меня. Пошел прочь. Ты не достоин лицезреть богов-медведей. Богов-медведей? Может быть, он имел в виду спящих друидов-хищников? Но почему он так странно их назвал? Они ведь такие же, как я. Мерзкие отродья Смертокрыла. Следовало догадаться, что ваша проклятая стая найдет убежище в пламени земных недр. Друиды-хищники уже пробудились? Сюда, братья мои! Нам многое нужно... Что за... Они совсем одичали. Звериная сущность полностью поглотила их разум. Во имя ворона. Может быть, их спасет звук рога. Но в этой части пещеры его мало кто услышит. Шандо, ярость пури. Не знаю, что на нас нашло. Похоже, мы уже давно забыли, кто мы на самом деле. Не переживай, Терошан. Мне вновь нужна ваша помощь. Пылающий легион вернулся. И чтобы остановить его, нам придется объединить усилия. Тогда друиды-хищники в твоем распоряжении, Шандо, ярость бури. Назад пути нет. О, богиня, только бы Малфурион ошибался. То, что ты задумала, безумие. Даже твоя богиня осудила того, кого ты стремишься освободить. Да будет так. Слушай, что... А древни встают у меня на пути. Только могущественный друид мог заставить их сделать это. Я вся внимания... Богиня зовет. Похоже, это гублинские мины. Должно быть, эти пройдухи спрятали их здесь давным-давно. Ничего. Мне они тоже пригодятся. Я слышу голоса луны. Слушаю. Стой, жрица. Это запретное место. Даже для тебя. Здесь заточено великое зло, которое должно оставаться в подземном плену. Когда-то Эллидан был великим героем. И он вновь станет им. Я верю в это. Ты сошла с ума? Освободив предателя, ты погубишь нас всех. Слушай. Кто смеет угрожать нашим лесам? Аш, это роман. И я подвелась отомстить. Эллидан. Ты меня слышишь? Тиранда, это ты. После стольких веков кромешной тьмы твой голос словно лунный свет. Легион вернулся, Эллидан. Ты снова нужен своему народу. Что ж, я буду сражаться с демонами. Но только ради тебя, Тиранда. И уж никак не ради нашего народа. Тогда поспешим. С каждой секундой демоническая порча охватывает все новые земли. Минула вечность, брат. Вечность кромешной тьмы. Эллидан, твой приговор был расплатой за твои же проступки. Кто ты такой, чтобы судить меня? Если ты еще помнишь, мы вместе сражались с демонами. Прекратите! Прошлого уже не изменить. Любовь моя. С помощью Эллидана мы прогоним демонов и спасем то, что еще осталось от нашей прекрасной земли. Ты представляешь, чего это будет стоить, Тиранда? Этот предатель может погубить нас всех даже раньше, чем демоны. Я не желаю иметь с ним ничего общего. Вечером следующего дня, чаще оскверненного леса. Я свободен. После десяти тысяч лет тюрьмы. Но мой родной брат по-прежнему считает меня злодеем. Я покажу ему свою истинную силу. Я докажу, что демоны не властны надо мной. Ты в этом уверен, охотник на демонов? Ты точно знаешь, что твоя воля принадлежит тебе? От тебя разит могилой человек. Ты пожалеешь, что встал у меня на пути. Ну что ж, нападай. Увидишь, мы стоим друг друга. Этот поединок может продолжаться вечно. Ладно, говори, что тебе нужно. Во главе армии мертвых стоит повелитель ужаса по имени Тихондрий. У него есть могущественный колдовской артефакт. Череп Гул'дана. Именно этот череп – источник порчи, охвативший ваши леса. И ты хочешь, чтобы я украл его? Почему? Скажем так, Тихондрий мне не друг. А моему нынешнему господину было бы выгодно поражение легиона. С какой стати я должен верить твоим словам, человечишка? Мой господин видит все, охотник на демонов. Он знает, что ты всегда жаждал больше силы. И теперь она сама идет к тебе в руки. Только возьми ее, и от твоих врагов не останется мокрого места. Ни шагу дальше! Владыка Тихондрий приказал убивать любого, кто попытается пройти сюда. И мы с радостью выполним этот приказ. Кто посмел заговорить со мной? Вот где хранится череп Гул'дана. Жалкие демоны не помешают мне забрать его. Исследование завершено. Кто посмел заговорить со мной? Наконец-то леса избавлены от демонической порчи. Но если я уничтожу череп и заберу его силы себе, то стану могущественнее любого из архимондовых прихвостней. Да, эта сила была предназначена мне. И теперь она моя. Исследование завершено. Что? Кто ты такой? Посмотрим, как ты умеешь сражаться с себе подобными. Вы великель ужаса. Я не сплю. Я не сплю. Мерзкий демон. Что ты сделал с моим братом? Это я, Молфурион. Теперь я такой. Нет. Иллидан, как ты мог? Повелитель нежити уничтожен. А земля со временем залечит свои раны. Сыной твоей души? Ты не брат мне. Уходи. И никогда больше не появляйся в наших землях. Как скажешь, брат. Два дня спустя на тихой поляне на склоне горы Хиджал. У нас нет на это времени, Молфурион. Зачем мы сюда пришли? Прошлой ночью мне приснился огромный ворон. Он звал меня сюда. Нас тоже призвали. Кто вы, чужестранцы? Я Трал, сын Дуратара, вождь Орды. Я Джайна Пралгмур, предводительница людей из Лордерона. Тех, кто остался в живых. Не могу сказать, что рада знакомству. Терпение, жрица. Они здесь для того, чтобы помочь вам в борьбе с Легионом. Это ты был в моем сне. Но кто ты такой, чтобы предлагать подобное? Я тот, из-за кого вернулся Легион. Много лет назад я привел в этот мир орков. И тем самым открыл путь для демонов. За свои ошибки я был убит теми, кого больше всего любил. После моей смерти, восточные земли многие годы были охвачены. Целые королевства лежали в руинах. И теперь я вернулся, чтобы исправить содеянное. Я Медив, последний хранитель. Слушайте меня. Единственный шанс для вас и для всего мира объединиться в борьбе против врагов всего живого. На следующее утро, собравшись у вершины горы Хиджал, ночные эльфы, орки и люди обсуждали план обороны мирового древа. Простите, что опоздала. Как мы боялись, Архимон со своими стражами ужаса уже идет к вершине. Они вот-вот будут здесь. Десять тысяч лет назад мы, ночные эльфы, одержали победу над Пылающим Легионом. Хотя во всем мире воцарился хаос, мы жили в мире и спокойствии под сенью мирового древа. Мы защитники древа. Оно питало нас своей энергией, отводило от нас смерть и давало нам власть над природой. Пришла пора вернуть этот долг. Ты понимаешь, что мы будем стареть так же, как эти смертные. А со временем лишимся и власти над природой. Если гордыня застилает нам разум, любовь моя, значит, мы живем уже слишком долго. Я организую оборону на вершине горы. Чтобы не случилось, помни, наши чувства вечны. Слушайте меня, ночные эльфы! Настал час расплаты! Если вы прикроете наши позиции и поможете войсками, мы с Тралом задержим Архимонда. Смелый план. Похоже, я недооценивала вас, чужеземцы. Дохранит вас и луна. К оружию, братья и сестры! К оружию, храбрые орки и люди! Сумерки сгущаются, и враг ждет нас. Жрица Тиранда. Мертвецы начали отстраивать новый лагерь. Рано или поздно они нападут на наших союзников. Здание готов! Ну же, ночные эльфы! Куда подевался тот яростный пыл, с которым вы когда-то сражались? В базе союзников, конечно. Мне нравится твоя храбрость, Смертная. Если бы все твои сородичи были похожи на тебя, мне было бы гораздо приятнее истреблять вашу презренную расу. Я вижу, вы, демоны, не умолкаете. Малфурион! Покажи свою силу! Или ты способен только прятаться за спинами смертных? Орки! Вы оказались жалкими слабаками. Не понимаю, почему Монород так долго с вами возился? Мы сильнее, чем ты можешь себе представить, демон. Если нам уготована смерть, пусть будет так. По крайней мере, теперь мы свободны. Этот ничтожный щенок сумел укусить меня. Неужели больше некому сразиться с Легионом? Слишком просто. Если бы я знал, что смертные настолько слабы, я бы покорил этот мир еще много веков назад. Похоже, победа опьянила Архимонда. Когда он наконец заметит ловушку, будет уже слишком поздно. Наконец-то! Путь к мировому древу свободен! Смотрите, как умирает ваш мир! Последний час пробил! Чужеземцы держались до последнего. Тебе удалось подготовить оборону вершины? Да. Теперь победа точно будет за нами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...